Совесть. Едва ли найдется хоть один здравомыслящий человек, который ни разу не слышал это слово. Но если я попрошу дать этому слову определение, то часть людей будет опираться только на ощущения, а большинство и вовсе не смогут объяснить это понятие. И это неудивительно, потому что у большинства эта функция находится под толстым многолетним слоем эгоизма. И хотя совесть никогда не спит, её голос, увы, мало кто слышит. Хотите подтверждение? Пожалуйста. Пройдитесь вдоль любого дома, особенно весной, и посмотрите, сколько под окнами валяется окурков. Если не поставить заборчики, то на каждом газоне будут стоять по несколько автомобилей. Поезжайте на любое озеро в пределах 30-50 км от города, и вы будете поражены количеством мусора, который оставляют после себя бессовестные люди. Если при выходе из вагона вы будете один против входящей толпы, то чаще всего вам не оставят достаточно места, чтобы выйти спокойно, разве что боком, а то и вовсе втащат обратно в вагон, не моргнув даже глазом. Почти ни один курящий человек, идя по улице с сигаретой, не думает об окружающих его людях, которым этот едкий дым совсем не хочется вдыхать. То же самое касается громких разговоров по телефону и музыки в общественных местах. Что говорить о простых материалистах, если даже те, кто считают себя набожными и должны быть примером, очень часто ведут себя неадекватно. Однажды я видел, как люди, стоя в очереди, нет ни за водкой, а за святой водой из источника, ругались и толкались. Ни один, ни два, вся очередь была как на взводе, то и дело выкрикивая свои недовольства, потому что каждый пытался набрать воды, как можно больше, про запас. Большинство людей постоянно лгут, причем не только другим, но и себе. Сквернословят, воруют, никого не уважают, никому не помогают, не сострадают, жадничают и пытаются, как можно больше, урвать, не важно чего, лишь бы было. Увы, но совесть нынче в большом дефиците. Что же такое совесть? Само слово говорит за себе. Буквально это означает «со-весть», «совместная весть», «весть от Всевышнего нам», то есть совесть, это резонирование с Ним на одной частоте. Он посылает весть, и мы её принимаем, живя в соответствии с этой вестью. Совесть – это голос Бога, причем независимо от того, спите вы или бодрствуете, этот голос всегда звучит в наших сердцах. Но проблема в том, что мы слишком сильно понизили громкость нашего приемника. Я уверен, что каждый человек хоть раз в жизни слышал этот голос. Этот Божественный голос ни с чем не спутать, он всегда звучит ясно, без помех и не оставляет места для сомнений. Этот голос, в отличии от голоса ума, никогда не призывает к самоуничтожению. Потому что любое, неоправданное, противоречащее законом Бога действие, ложь, лицемерие, стяжательство, борьба за собственные эгоистические интересы, а не ради восстановления справедливости, засорение планеты, любого рода извращения, интоксикации, насилие над детьми, матерями, стариками, брахманами и т.д. – это преступление против совести, а значит, против бога. Тело и все телесные связи, рано или поздно будут разрушены, но если мы не наладим контакт с совестью, то все напрасно. Все наши мирские, материальные достижения, научные открытия, деньги, слава, почет, награды и т.д. – просто хлам, если они противоречат голосу совести. Если по тем или иным причинам мы стали все реже слышать этот голос, то это большая катастрофа. Необходимо очистить свое существование молитвой и начать внимательно прислушиваться к этому голосу. Тогда все станет ясно, все станет на свои места. Иллюзия отступит, и мы как будто проснемся и посмотрим на мир совсем другими глазами. Если бы все люди прислушивались к голосу совести, то в мире полностью исчезли бы преступность, ложь, жадность, трусость и т.д. Люди не вели бы войн, потому что в разделе территорий не было бы необходимости. Каждый был бы волен жить там, где ему хочется, и доволен тем, что заработал честным трудом. Всего хватало бы в избытке, ибо кризисы порождает жадность, которая у совестливого человека отсутствует. Кто-то может возразить, что каждая религиозная война велась именно под флагом совести и с именем Бога на устах. Запомните, друзья мои, не бывает захватнических религиозных войн. Религия – это познать и полюбить Бога, и ничто другое. Убивают не религии, и уж конечно не слуги Божии, а фанатичные, жадные лицемеры, которым всегда мало. Святые ничего не делят, они делятся. Бог объединяет и спасает, а не разделяет и властвует. Он проливает милость, а не ненависть. Через наши сердца, голосом совести, Он призывает нас к миру и любви. Это не Бог строит супермаркеты, мясобойни, заводы, бордели, рестораны, казино и т.д. Не Он выкачивает из земли ресурсы, устраивая экологические катастрофы. Не Бог развязывает войны, мы сами уничтожаем себя, потворствуя своим эгоистическим желаниям. Богу ничего не нужно, у Него весь мир. Не Он нуждается в нас, а мы в нем, и первый шаг на пути к очищению – перестать игнорировать голос совести. Каждый, кто хоть раз поступал по совести, всегда чувствовал огромное облегчение, даже пред лицом смертельной опасности. А тот, кто противился ей и поддавался влиянию коварного ума, желающего только наслаждать чувства, всегда чувствовал аромат гнили, исходящий от своего сердца. Такой человек, забывший совесть, противен самому себе и другим, но тщательно это скрывает. Еще раз, совесть никогда не призывает к самоуничтожению, стяжательству, эгоизму, подлости и лжи. Тот, кто живет по совести, чист и добр ко всем живым существам. Он ничего ни у кого не отбирает, и если ему приходится бороться, то только за свою семью, дом и честно заработанное имущество. Но если человек лжет, лицемерит, склонен к накопительству, воровству, жаден, эгоистичен, труслив и не уважает права и свободу других, то он явно не находится на связи со своей совестью, а значит все его поступки нечисты и преступны. Тот, кто обладает богатством, уважением и славой, но утратил совесть, не имеет ничего. Но самый последний бедняк, сохранивший совесть, имеет все и даже больше.